Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 21 октября, и с ваминина в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Пелагии, Дмитрия, Иоанна, Амвросия, Николая, Мария, Надежды, Серафима, Петра, Василия, Павла, Владимира, Виктора, Елизаветы, Трифона. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира, а Духи Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память преподобной Пелагии. В свое время житие этой удивительно святой так потрясло, что когда на свет появилась дочка, то захотелось назвать ее в честь этой подвижницы. Пелагия. Жила она в V веке, и Господь даровал ей удивительный дар. Вообще дары Божьи, они порой бывают очень непосильны. Или по нашей немощи употребляются не во славу Божию, а в себе, в погибель. Зло употребляем тем, что нам дает Господь. Она была прекраснее всех в той местности, где жила, в Антиохии. Была начальницей танцовщиц, ну и понятно, со всеми вытекающими отсюда смыслами. В то время в Антиохии проходил очередной собор архиерейский. Собрались священнослужители для молитвы в храм. Пелагия, видя, что это событие может принести ей и очередную тщетную славу, но все-таки такую славу, приятную для души. И наверняка какой-то доход, потому что много разных и знатных людей к этому времени собралось в город. Одевается в свои пышные наряды. Ну и когда народ из собора выходит на площадь, а епископ Нон начинает народ поучать, говорить по учению, Пелагия через соборную площадь, не спеша дефилирует. Епископ, как увидел ее вначале, так и остановил свою речь и так на протяжении нескольких минут, впившись в нее взглядом, провожал. Народ отворачивался от нее, а он не мог упустить ее из виду. И вроде как такая неловкая пауза, и недостойно засматриваться на женские прелести монаху. Повисла в воздухе такая мысль. А он, проводив ее взглядом, говорит, «Вы только посмотрите, какую красоту создал Бог». Но взгляд святого, он не остановился на внешнем. Он проник в ее душу, которая была огромной силой, красоты, пусть и обезображенной грехом, но сохранившей какую-то настоящность. Но он ночью долго молился. Причем молился, сокрушаясь, что внешние одежды этой женщины, они прекраснее, чем внутренняя нищета его души. Молился, чтобы Господь привел ее к покаянию. На следующий день в храме он говорил проповедь о суде, о воздаянии. Вошла Пелагея. Слова святителя так потрясли ее душу, что она, омываясь слезами, подошла к нему с просьбой о крещении. Но он, видя глубину покаяния и нарушая какие-то определенные уставы на свою ответственность и на веру, что Господь принимает молитвы кающихся и прощает, крестит Пелагею, наставляет ее. Ночью Пелагея является дьявол, убеждая ее вернуться к прежней жизни, соблазняя всевозможными земными благами. Она, осенив себя крестным знаменем, отвергает искушения, наутро собирает все свои драгоценности, приносит их святому. Тот повелевает раздать их бедным со словами «Пусть добру послужит то, что худо собрано». А Пелагею благословляет уйти из мира в монастырь. Она отправляется в Иерусалим и скрывается от мира в мужском монастыре с именем Пелагий, где великими подвигами труда, покаяния и молитвы настигает великой святости. Так много о чем человек плачет на земле. Плачет от боли, плачет при рождении, плачет перед смертью, от жалости, от уязвленного самолюбия, от несправедливости. Вот этот драгоценный дар, который являются слезы, эти капли, которыми при правильном устроении души может быть омыта внутренней стклянницы, то есть внутренней души человека, мы порой так беспечно, бездумно, бессмысленно расходуем. Святитель Игнатий даже написал целую беседу, которая так и называется, «О слезах», где рассказывает о том, как нам нужно правильно плакать, как научиться переключать свое неправильное сетование о жизни в правильное сокрушение, чтобы слезы приносили духовный плод. Точно не помню, о чем рассказ, но могу вспомнить, что он приведен у святителя Феофана в книге, что есть духовная жизнь, и как на нее настроиться. Своему адресату он пишет, ссылаясь на какой-то источник, про то, как ангел, может, что-то перепутаю, но суть точно сохраню. Ища возвращение к Богу, ангел каким-то путям отпавший, Господь говорит, «Ну принеси мне тот дар, ту жертву, которая будет мне приятна». Ангел сразу понимает, что чем угодить Богу, и летит на поле боя. воин, смертельно раненый, умирает и проливает слезу о родине, о товарищах, берет ангел, эту слезу приносит, нет, не та жертва. вторая человеческая скорбь, скорбь о потерянном близком человеке, умирает друг или супруга, и родной человек до сердца сокрушенного молится и плачет, и вновь ангел берет эту слезу, говорит, Господь, нет. Ну и потом, третья слеза, плач грешника о своем грехе, приносит эту слезу, и Господь говорит, да, это главная жертва, это самая важная слеза из тех, которые ты приносил. Как бы нам с вами, дорогие мои, научиться такому устроению души, чтобы всегда благоугождать Богу, чтобы молитвы были сердечным чувством, чтобы постепенно сердце приобретало такую мягкость, чтобы к ней привился такой плач, как христианская добродетель, причем этот добродетель является противоположным состоянием души, которая находится в печали. Вот тот, кто печалится, исцелением души является блаженный плач, или как отцы церкви называют его радостотворный. Парадокс. Человек плачет и испытывает сердечное блаженство, радость души. Причем радость не плотскую и даже не душевную, а радость духовную, умиление, тихое, мирное, печалование о собственном окаянстве. И это состояние приносит человеку и радость, и мир, и праведность. Вот дай Бог за молитвы преподобной Пелагии, которая научилась правильно плакать, этими слезами испросила прощение грехов, а впоследствии и святость, духовное совершенство, чтобы и нам Господь помог в обретении этого удивительного дара. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok